Всем привет, с вами Тед, и сегодня обзор на игру Chronicon, которую вы можете приобрести в стиме за 7 долларов. И, собственно, мы сегодня попытаемся ответить на самый главный вопрос. Стоит ли игра своих денег? Стоит ли отдавать за неё 7 долларов? И, знаете, я бы хотел вас не томить и ответить сразу. Но всё-таки посмотрите ролик до конца, составьте своё мнение и, может, даже поспорите со мной в комментариях. Игруха эта классический клон Диаблы, RPG, слэшер, куча лута, бегай, собирай, 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 дерись, 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 качайся. И она пиксельная, как вы видите. Но графика в целом хороша, то есть всё сделано на высшем уровне в качестве пиксельной графики. Пиксели достаточно смазанные, наверное, правильно сказать, то есть они не вырви глаз квадратные старые, а достаточно свежие, пиксельные наши персонажи. Всё можно отличить на экране, что происходит, поэтому, ну, прям каких-то приступов у вас, что происходит, что мне делать, не должно возникать. Есть какие-то квесты, ну, всё в целом, просто приходим в портал, идём и месимся, 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 прокачиваем оружие, делаем билды. Поэтому в целом всё прикольно. Персонажей несколько, как вы видели в начале, четыре класса. У нас есть воин, есть берсерк, есть лучник, есть маг. И у них огромное количество скиллов, огромное, огромнейшее количество веток прокачки, пассивок и прочего, и прочего, и прочего, которые вы можете придумывать билды, прям несметное множество. Поэтому, блин, я вас не буду томить. Посмотрите, это RPG, это куча кача, это куча лута, куча возможностей прокачки, хорошая графика, достаточно приятная музыка. Что ещё нужно? Игра мега шикарная на самом деле. Игра стоит своих 7 долларов, которые за неё просят. Это действительно немного за такой проект, в который вы можете посвятить огромное количество времени. Особенно, если вас он порадует. Если вам зайдёт, куча лута, шмота, придумывайте билды, качайтесь. Есть локальный кооп. Действительно, шикарнейшая RPG. Очень, 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 очень крутой проект. Поэтому, собственно, даже не хочу вас томить своей системой оценок, которую я обычно выдаю в своих обзорах. Вот, собственно, она. Почти 8 баллов. Хотелось бы поставить, конечно, и десятку, но за музыку я поставил 5. И за сюжет 5. Сюжет, конечно, не какущий. Особо его как бы и нет. Уходи там, да проходи, как обычно. Ну, а, собственно, а зачем? Ну, и музыка хорошая, подходящая. Но всё-таки 5. Потому что не разнообразная, когда мы дерёмся с боссами, она как бы нам не даёт ничего нового, не даёт какого-то напряжения. Мы просто дерёмся с боссами. Но по игровой механике, реиграбельности и разнообразию всё девяточки прям мега топово. По гармонии, антуражу тоже всё весьма хорошо. И управление, графика, ну, тоже всё отлично. Графику, кстати, саметьте, восьмёрочка. Всё-таки можно было ещё лучше постараться. Вот. Ну, от меня восьмёрку они получили. Поэтому игра топовая. Игра точно стоит своих денег. И если вы хотите увидеть её на стриме, если вы хотите узнать мои билды какие-то, как бы я в неё играл, проходил, пообщаться, посмотреть в прямом эфире всю эту историю в моём исполнении, обязательно пишите коммент стрим под закреплённым комментарием моим. Ну, а с вами был Тед. На моём канале вы можете увидеть обзоры на различные RPG и стратегии. А также посмотреть на соревновательные RPG и стратегии, моба-игры, в которые, собственно, мы соревнуемся и улучшаем свой скилл. Всем до новых встреч. Пока.